Welcome, welcome! Сегодня, наконец-то, у нас будет настоящий киберспорт. Ну, как бы, у нас уже он был 2 на 2, был киберспорт победителями вчера. Если вы еще не смотрели 2 на 2 матчи, тогда выключите звук, те, кто в записи смотрят, через 5 секунд я назову победителя. 5 секунд прошли, победитель стал дабллифт свой боем, одолевший Фейкера и Кэптэн Джека. И 2 на 2 завершилось таким образом. Сегодня еще у нас остался финал матчей 1 на 1. Огромное количество сильных игроков осталось. А также остались еще так называемые везунчики, темные лошадки, такие как Пабу. Правда, Пабу, не знаю, насколько далеко он пройдет со своим стилем игры. Но и Капс еще жив, и в основном медлейнеры остались живых, и Узи тоже. У Пината здесь берут интервью не просто так. Объясню, почему. Сейчас у нас будет 3 игры 5 на 5. Настоящих 5 на 5. Будет только 2. Одна будет Blitz Nexus. Но идея заключается в том, чтобы определить, кто же сильнее. Запад либо Восток. Восток будет играть против Запада. Под Востоком подразумевается Китай, Корея, Вьетнам, Япония, Океания и какие там еще регионы у нас попадают. А под Западом подразумевается Турция, СНГ, Европа и Америка. Ну и вся Латинская Америка имеется в виду тоже вместе с этим взятая. Тренером каждой из команд выбрали, ну или капитаном каждой из команд выбрали У Азии Пината, а у Европы, ну Европы, у Америки-Европы Ликариша. То есть получается Запад у нас будет играть. Ликариш выбрал составы команд. Повторяться игроки не могут, насколько я понял. То есть первый состав можно взять самых крутых игроков, но зато потом вы скорее всего проиграете следующую партию. Что она вообще спрашивает? Она спрашивает, куда он закидал игроков и говорит, почему-то фейкера в Blitz Nexus кинул. Фейкера. Вот это я услышал вопрос. Ну видимо она спрашивала по ростерам, которые он составил, и он тут отвечает. Но сейчас узнаем, почему фейкера не поставил в основу нормальной игры. Наверное, потому что есть Мэйпл и есть Руки. Нахрена ему фейкер там? Он говорит, что он хотел, чтобы у всех было хорошее времяпреповождения, и фейкер сам этого, мол, хотел. А также добавил, что вообще-то эта информация должна была быть засекречена, не зная, откуда вы ее взяли. Но он ее не опроверг, следовательно, это действительно правда. Фейкер будет играть у нас в Blitz режиме. А Шук уже спалила всю контору. Она потому что знает, что фейкер будет в Blitz режиме. Хотя это секрет, ведь каждый хочет победить. Вот такие дела. Ну что ж, Шук немножко раскрыла карты. Теперь известно всем из Азии, что будет. Так, нам рассказывают состав East против West. А, это игроки, которые могут участвовать. Вот нам показывают. Да, видите, Океания, Юго-Восточная Азия и Япония. Вот те, кого я назвал. Ну и ЦИС регион, который здесь РУ называется, русский регион, Даймонд Прокс и Кира. Они могут участвовать в этой команде. Интересно, выбрал ли их лекариш. Это мне напоминает чем-то физкультуру. Либо там на улице, когда в салке играем, или в футбол. И есть тот, кто хорошо играет там в футбик. И их капитанами назначили, они дальше выбирают. Ну и вот вопрос тут о том, кто же окажется толстяком, которого никто не возьмет. Даже на ворота типа не возьмет. Он такой, я могу на воротах постоять. Нет. Нет. Иди за водой. Вот посмотрим. Возьмут ли Даймонд Прокс и либо Киру в состав западной команды. Ну, вроде там по количеству обязаны они были взять. Там получается как раз 15 игроков, если я правильно посчитал, с каждой стороны. Ну что ж, первый лайнап. Даймонд Прокс, Капс, Брокса, Кира и Ракин. Таков состав получился команды с запада на первую игру. Ну, скорее всего, Капса с Броксом они поменяют местами. Вряд ли Капс будет в лесу играть. Хотя, может быть, Европа решила так пошутить. И отправили Броксу на мид, а Капс будет просто в лесу бегать. Хотя это очень странная шутка. Вы так точно проиграете, когда у вас есть такой сильный игрок. Ну что ж, два русских сразу же в первую партию попадают. Как говорится, наш пострел очень быстренько поспел. Ликариш в первую игру себя не поставил. Интересно, в какую игру он себя закинул. Я чуть не посмотрел, Пената состав показывали или нет. Я упустил, как Пената показали. Кира и Брокс в одной команде. 1-0, Восток, go next. Ну, мы еще не знаем, что Восток поставил. Восток мог сейчас японцев выпустить тоже в первую партию. Ну и странный, кстати, выбор для Ликариша, если он действительно хочет играть на победу. Почему он Броксу посадил на мид, а Капса посадил на роль джанглера. И даже если это отменить, то зачем было выставлять двух сильных игроков с двумя, ну, средними игроками. Не будем их обзывать. Все же CIS-регион явно по уровню слабее. И получается, он поставил двух вице-чемпионов, которые могут с кем-то выиграть партию туда. Может быть, это из-за того, что нет языкового барьера у этих ребят. Они все могут говорить на английском языке свободно. А, например, во второй группу он закинул латиносов. Ну, Даймонд Прокс доволен, он будет у нас на топе сидеть, судя по всему, в этой партии. Кира доволен, он будет стрелять. И Ракен, если я правильно помню, это из Бразилии. Саппорт, он единственный, кстати, кто на своей роли играет, вроде как. Ну, судя по тому, что я вижу, Еви будет от востока играть. Я вот, честно, пропустил, кто там был. Ну, какие есть варианты у Брокса пойти на мид, какими чемпионами? Наверное, самые простые будут заклинатели, вряд ли это будут там Акалии и всякие Ирелии. Думаю, это будет что-то простенькое, по типу Галлио, может быть, веселые какие-то чемпионы. А может быть, он Лисина возьмет на мид? А почему нет? Подсказывает мне Ракен, ты перепутал это Латинос, он из... он мидер. Ага, хорошо. Тут у нас небольшие проблемы у азиатов, они сейчас компьютер настраивают для игры. Что-то пошло не так. Сегодня три таких партии будет, то есть первую партию уже нам составы назвали. Это я, дурачок, упустил момент, когда называли нам составы для азиатского коллектива. Это я не заметил. Ну ничего, подождем. Это у рыжего корейца, нагло... Не-не-не, рыжий, это не корейец, это как раз японец, это Еви. Его я уже лицо запомнил. Но судя по тому, что я вижу, там еще НЛ сидит. Вот НЛ еще выпущен был в составе, игрок ЛМС. Ну, бывший игрок, теперь уже полупрофессионал, скажем так. Привет, Ульрих. Привет всем, да, кто только-только присоединился. Сегодня у нас три первых игры. Это будут матчи 5 на 5, две на карте Summoner's Rift, Ущелье призывателей, и одна карта будет Nexus Blitz, это третья. После чего мы вернемся к 1 на 1 турниру, где сначала будет доигран, ну не доигран, а сыгран четвертьфинал, и потом, значит, полуфинал, там Best of 3 уже запустится. Четвертьфинала пока еще не Best of 3. Опа, привет тебе. Играть не умеешь, но ты лучший Ви. Спасибо за стрим, но я тоже не умею играть XD. Ты тоже не умеешь играть, но XD тогда тебе. Спасибо тебе большое за поддержку канала. Лекариш ходит, улыбается, он тоже играть не умеет XD. Если Кира будет заезать, держи себя в руках. Что начинается-то? Донат и озвучиваешь, а подписка не... Ну, подписка, видимо... Ты подписался, да? Я пропустил. Да, Ренсель Бринг. У меня просто подписка отключена, когда я комментирую матчи. Ну, большое спасибо, Ренсель Бринг. Ты, кстати, возможно, босса убил. Сейчас давайте посмотрим, сколько у босса ХП осталось. Где у нас босс? Босс умер! Босс погиб. Сейчас, секунду, ребята. Хочу увидеть. Ренсель Бринг стал боссом! У нас новый босс, Ренсель Бринг. Я тебе расскажу секрет. Ты теперь новый босс нашего чата. Ты можешь теперь выбирать оповещение, какой звук будет на оповещение поставлен. Ты можешь оставить, оставить то оповещение, которое есть, там Ари, стонущая от того, что ее убивают, ну, или от чего-то другого. Запись звука сделали, а потом просто наложили. Либо можешь выбрать свой какой-то вариант. Привет, Войсик, как у тебя дела? Рип Джукадеско, да, Джукадеско. Стоит Джукадеско ночь провести не с нами, ребят, как сразу ее решают, как говорится. Как вокалистку Олесю. Решили ее басистости. Я подумаю. Давай. Ну, только в личку тогда напиши. Я в чате могу пропустить твое сообщение. Там тебе чатик сейчас насоветуют, не слушая их. Твой вариант будет, как говорится, главный. Можешь мемасик какую-нибудь фразу взять, можешь просто взять что-то знакомое тебе, там, с детства. Таковы у нас правила. Шивана, о, Шивана, говорят английские комментаторы. Ой, меня отлично проснулся в отличном настроении, говорит Войсик. Ну, понятно, понятно. Ох уж эти девушки, просыпающиеся в отличном настроении. Давайте ей испортим настроение. После супер потной катки, которая была выиграна, самая тема, это смотреть All Stars с комментированием. Спасибо тебе, Хесиот. Смотрите, Даймонд Чай играет на топе лучше, чем в лесу. Ну, кстати, вполне такое может произойти, потому что, я так понимаю, вот все игроки сели не на свои роли, все поменялись местами, чтобы, ну, веселье было, а не было хардкора. Либо, чтобы было потом оправдание тому, что они слили. Мы же играли не на своих ролях, а играли на расслабоне. Вот так вот он будет играть. Говорит, ох ты, и за грудь. Киру схватили за грудь. В прямом эфире, ребята, Ракин схватил Киру за грудь. Потом погладил его по плечу, а Кира все это время лежал и наслаждался времяпрепровождением в Лас-Вегасе. Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Кира об этом знает. И готов пойти во все чашки. А вот азиаты все не могут, они тут наворовали, видимо, процессоров с компьютеров, и поэтому теперь нельзя запустить игру. Когда будете с Никой играть? Ну, наверное, в следующей партии. С Никой в списке здесь был, значит, он в какую-то команду попадет. Гоухевич, не-не-не, вы меня не обманете. У нас главный сейчас другой босс. Вот босс, что скажет, так и будет. А чем занимается в Лас-Вегасе? Я без понятия. На Шарус ездил просто, да, ни разу его нигде не показали. Ни у кого не брал интервью. Какую-то фотографию выложил в своей группе ВК с фейкером, и все остальные фотографии, это либо с Даймонд Прокси, либо с Кира. Но эти фотографии можно сделать, просто зайдя во время матчей чемпионата ЛЦЛ. Как всегда, у тебя донаты на ГГ не озвучиваются. Ну, давайте сделаем озвучку ГГ-доната. Нет, подожди. Ты ничего не задонатил, обманщица. У меня здесь висуалити, единственный, кто озвучивал, единственный, кто донатил. Ясно. Заставило меня идти на Гудгейм. Кто такой Тейнер? Это контент-мейкер, который делает много всего для Лиги Легенд, и поэтому его туда взяли. Ну, это единственная причина, наверное. Я не знаю. Ну что ж, Восток против Запада. Восток у нас получается Мэйпл на топе, Еви в лесу, Зерос на меде, Руки на роли Адыкери, и G4 на роли Саппорта. Даймонд Прокс со стороны Запада на топ-лейне, Капс в лесу, Брокса на меде, Кира и Ракин на бот-лейне. Баны идут вроде по-стандартному. Ну, как бы, чемпионов, которых можно отыграть где угодно. Убирают. И Лебланка убирается от Брокса. Респект и уважуха была Броксовской Лебланке. Карта обычная. Никаких новшеств. То есть, нельзя будет здесь чисто так пойти и потроллить, а-ля Жанна Лес. И Акали забирает себе Запад. О, извините, Восток. Надо не путать. Хуйня. Уши хуйня. Родня подарил 100. А когда будут нормальные игры, то? Нормальные игры, ты имеешь в виду чемпионаты. Чемпионаты стартуют 13 января. Это первые европейские матчи будут. И у нас получается, смотрите. Трэш плюс Карту. Два смертных чемпиона. С Острова Смерти взяли западные ребята. А Восток продолжает набирать усиление для Акалия. Они взяли себе Акалия как основу. И Лулу отказались. Хотят все же взять усики. Ну, как-никак, усики, пропуск в трусики. Это понятно. Конечно же, к Акалии ее не могли не взять. И Люциана. Серьезно очень так относится к этому Восток. Хоть они тоже поменяли своих игроков местами. Но они забрали себе очень сильного номинального чемпиона. Это Акалия. Забрали очень сильный ботлэйн. Запад же пока не радует. Просто Картуз, просто трэш. И что к этому они давают. Кстати, возможно, это будет Кировский Картуз на ботлэйне. Восся поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Воська. Заставил меня задонатить. Ум какой. Ум какой. Восья, большое тебе спасибо. И отдельно фр-фр тебе. Она просто, я помню, просила фр-фр однажды на стриме сделать. И мы не делали фр-фр тогда, потому что не было донатов. А теперь все. Возможно, она задонатила, потому что Браун был взят. Как говорится, Браун усики пропуск в фр-фр. И, кстати, да, Восся, я видел, что ты премиум еще организовывала во время того стрима, когда этот Darkness Dungeon шел. Это немножко как Darkness Dungeon. Сейчас небольшая ответочка. Там мы тебе персонажа тоже организуем. И не только тебе. Там еще был один человек. Сейчас я посмотрю, чтобы он знал. Випкас, да. Випкас еще тоже хочет себе персонажа. Он тоже себе его получит. Darkness Dungeon. Когда мы вернемся? А вернемся мы к Darkness Dungeon в понедельник, либо вторник. Пока дату точно не могу вам объявить. Ну что ж, забанен Азоя, забанен Ургот. Взят Сион был с западом. В ответ же Восток убирает Варуса, потому что они не думают, что это Кира Адекери взял уже себе на роль Картуса. Не катит ему эта идея. Кто Мамо Брамо, он постоянно о ней говорил. Не знаю. Не знаю. По сюжету я так вспоминаю лорд, что-то я даже не помню об этом. Кайна забирает Капсу, либо это будет Брокс играть на Кайне. Но Капс, кстати, в своем чемпионате в Европе, я помню, играл и Камилу на миде, и того же самого Кайна на миде. Так что для Капса это ничего такого тяжелого не будет в том, чтобы сыграть Кайна Леснова. Меня тут больше интересует, кто же будет от Брокса на миде. Ну, вряд ли он Картуса себе организовал. Хотя, кто его знает. Ксинжао от Еви. Японский Ксин. И последний пик. Дополнить команде ИС нужно отпушиванием. У них очень слабый темфайт, потому что они только в одну цель могут ворваться. Им нужен какой-нибудь чемпион с АОЕ уроном. И желательно с отпушиванием. Это мидер. Должен быть что-то по типу Арианы, там Велкос, не знаю, Мальзахар. Ну, они выбирают Мейплу Гангпланка на топ-лей. Ну, в общем-то, тоже неплохо. Отпушивание есть. АОЕ урон есть. Просто не совсем с усилением. Это чемпион. Он вообще на топ идет. Ну что ж, получается у нас Гангпланк против Сиона, если так и произойдет. Давайте дождемся финального пика. Довольный Запад, потому что, мне кажется, они перепикали оппонентов. Ну, по крайней мере, они в этом сами уверены. И у нас появляется Ноктюрн Мид, ребята, от Брокса. Вот это уже тема. Ноктюрн Мид. И при этом Капс будет играть у нас на Кайне. И Сион будет от Даймонд Прокса. Ну, пока они это не поменяли еще, но я больше чем уверен, что так и произойдет. Либо это будет Сион на Бутлэйне вместе с Трэшом от Киры. Нет, нет, все. Расставился Запад. Да, Запад перепикал Восток. И определенно, точно можно сказать, что Пенат хуже пикает чемпионов, чем это делает Ликариш. Ликариш, как капитан, победил. Я не знал, что Капс перешел в G2. У меня теперь депрессия. Да, кстати, Капс теперь играет в команде G2 и будет играть на роли мид-лейнера. А Перкс, игрок постоянной команды G2, сейчас судебные дела свои разведывает. Ну, там небольшой конфликт был, прошел слушок в интернете. Одна команда решила на него подать, можно сказать, суд за то, что он, Перкс, слушайте внимательно историю. Я, конечно, не хочу омрачать это сегодняшний праздник Лиги Легенд, красивых игр вот этим слухами. Ну, мир полон слухов и давайте послушаем. Короче, в 2016 году Перкс пытался в разные команды попасть. Он кинул, можно сказать, свой CV в интернет и сказал, что он свободный агент и ищет себе команды. На самом же деле он не искал себе команды, он приходил в разные команды и там тренировался. Тренировался и общался с другими игроками и налаживал с ними отношения. И таким образом Митю и Звена он утащил в команду G2. Как сказали как раз такие представители, я вот только не помню, какой команда это сказали. То есть он работал как двойной агент. Он приходил не как игрок, а как вот этот человек, который будет вести переговоры. Обычно такие люди, которые ведут переговоры, они переговариваются с другими агентами. И только потом их допускают к игроку, чтобы тот какие-то условия им говорил. А сам же Перкс, он заранее себе уже команду собирал, то есть обговаривая со всеми игроками те или иные условия. Вот такой вот Штирлиц Перкс. Ну вот два года спустя это все появилось в сети. Сейчас неизвестно, что будет с Перксом. Но пока Перкс перешел на роль Адекерри, официально, если так задуматься. Он в команде G2 все еще стоит, потому что у него контракт очень долгосрочный с этой командой. Еще два года будет длиться. И он играет теперь на роли Адекерри, Капс играет на роли мидлейнера. Но вопрос теперь уже, как говорится, будут ли наказывать Триут, если они подтвердят вот эти данные, что действительно Перкс не как друг, который, знаете, тут очень такая, как бы сказать, очень тоненькая грань, как понять, он действительно как агент действовал или как просто друг там, типа, да чувак, да пошли в команду G2, но там же круче. Но это же не агент, да? Либо он действительно говорил, что вот такие-то условия, так-то и делаем, и мы победим, и мы станем чемпионами, у тебя будет такая-то зарплата. Понимаете, да? Ну что ж, Капс у нас решил обворовать Лес Востока. Восточные ребята пытались заинвейдить на топе, но Даймонд Прокс хороший вард поставил и не дал себя в обиду. А вот Капс обворовал Еви. Еви теперь знает, что Капс не забирал еще свой синий баф. Пойдет ли Еви с красным бафом сражаться один на один против Каина. Каин уходит в сторону, видит, что Еви идет за ним, перепрыгивает через стенку. Еви убегает, но ставит вард. Капс попадается уже под сражение, дает автоатаку, еще одну автоатаку, еще одну кушку, но как же классно Еви дает четвертую, ой, третью, извините, автоатаку и подкидывает Капса. Но придется Еви уйти, но он, скорее всего, за это заберет себе Водянова. Водянова, иди, бери и не парься. Не, он что-то не хочет Еви это отпускать. Может, он думает, что нет флэша, но здесь Брокса организовывает улын по Зоросу. Зорос вынужден был перефлэшиваться. Брокса хочет за ним погоняться, потом понимает, что слишком много времени он будет терять на это. За Капсом здесь продолжается погоня от Еви, Еви проигрывает смайт войну, трэш здесь, Картус один остался снизу, но Еви организовал этот ол имп, потому что знал, что Браум и Люциан к нему сместились. Брокса снял флэш Зороса, но этого пока недостаточно, чтобы добиться убийства в игре. На войне все средства хороши, как думаешь? Нет, ну, на войне-то все средства хороши, но если он действительно как агент действовал командой G2, то у Риутов даже в правилах это написано. Ни один игрок не имеет права вести переговоры с другой командой, кроме как, можно сказать, с позволения этой команды. Ну, то есть, агент к игроку допускается только при условии, если он обговорился сначала с командой об этом. Если ты фри агент, ну, то есть свободный игрок, ты можешь говорить с кем хочешь. Тут-то независим. А так в контракте прописано. Просто если ты игрок команды какой-то, там, допустим, игрок команды фанатик, вот как был Капс, и с тобой начинает вести кто-то переговоры, то об этом должны знать твои хозяева, так сказать. Пауза у нас какая-то произошла. Паузу нажал Брокса, судя по всему, к его компьютеру сейчас подошли. Но это вот на Reddit сейчас обсуждалось. Я лично думаю, что, скорее всего, Риут сделает это такой, знаете, ни себе, ни людям. Они сделают небольшой штраф Пэрксу за это и все. Влеп этому штраф там в 10 тысяч долларов, и на этом как бы закончат эту тему. Да-да, нужны записи, разговоры, переписки. Но самое смештое, блин, я хочу прям Reddit вам открыть и показать цитату оттуда. Там была очень смешная цитата, но для этого мне надо в ВК еще лезть, потому что я это с AllDaddy обсуждал. Знаете, какая там цитата была? Я вам ее... Ну, поверьте мне на слово, там так было написано. Тот игрок, которого тоже пытался Пэркс заманить, он сказал, что Пэркс пригласил его на плавание. И в Берлине, типа, есть хороший бассейн, и они ходили на плавание. И когда они сидели в сауне, слушайте внимательно, Пэркс тогда это все предложил. Я просто подумал, пипец, Пэркс крутой. То есть он настолько понимает, что в сауне нельзя на себя жучок повесить. Как говорится, ты член к члену, общение идет, и все, и тут никак ты не докажешь все. Красавчик. Вот Пэркс реально, он еще тот Штирлиц. И там цитата вот была, что когда мы сидели в сауне, тогда он мне это все предлагал. Как бы доказательство только мое слово против его слова. А такие доказательства, ну, неприемлемы. Шпионские игры прям. Но все же, не забывайте, что здесь контракты чуть ли не миллионами высчитываются. Миллионами долларов переход одного игрока в другую команду. Если ты можешь этот миллион сэкономить, если игрок может включить режим дурачка, типа сказать, что я не хочу с вами больше продлевать контракт. А на самом деле команда... Ну, представим ситуацию гипотетическую. Она не произошла сейчас, я просто гипотезу придаю вам. У Капса заканчивается контракт с командой Фанатик. Фанатики знают, что никто с Капсом не говорил об этом. Ну, то есть, никто с Капсом не договаривался о том, что... Зарос, делает килл. Шикарный килл. Капс гонится за Зароса, но у нее нет флэша, он не догонит. То есть, команда Фанатиков точно знает, что с Капсом никто не договаривался. Ведь с их позволения никто с ним ни переговоры не вел. И они начинают сами подыскивать ему команду. Ни одна команда не заинтересована в Капсе, когда они начали лоббировать вот это вот все. Типа, мол, Капс свободен. И тут они понимают. Мы можем Капсу поставить ниже сумму. Ведь никто его не хочет купить. Там еще один килл сейчас будет. Кира убивает, к сожалению, да. Шикарный килл. Но нечестный ботлайн, конечно, у команды из Азии. Они четенько сыграли. Или подождите! Ракин делает килл против руки. И против еще и трэша. Шикарный дабл. Ой, против трэша. Против Браума. Шикарный килл двух игроков. А достались ли ассисты... Достались ассисты Картусу? Понимаете, к чему я веду, да, надеясь? Вот все про Капса. Хочу сказать, но у нас здесь битвы идут и не дает мне время. Все, Еви, иди фармись, не мешай. Хочу договорить Месса. Соответственно, фанатики предложат ему уменьшенный контракт с уменьшенной суммой денег. Потому что они знают, что он не попадет ни в одну из команд. А тут бах, Капса не соглашается с ними на уменьшенную сумму денег. И уже через день играет в другой команде. И тогда фанатики такие, какого хрена это произошло? Вы же не были заинтересованы. Да, но мы не были, а теперь заинтересованы стали. Изи, Келец. Ну, Еви был там в спине, вы это видели. И тяжело было, конечно, Еви здесь... Ну, это тяжело, здесь капсу было здесь как-то организовать нормальный ганг. Не стоило вообще со спины выходить, надо больше контролить. Но зато он смог убежать отсюда. Правда, толку от того, что ты убежал, ты выходил на ганг. Ганг не удался, ты убил Даймонд Прокса. И после этого только смог убежать у Ракина. Небольшие проблемы, по нему пошел урон. Все, давайте. Закрыли эту тему. Про то, что я рассказывал. Ну, как бы это правда, но вопрос только о том, будет ли наказание кинуто какой-то из команд. И я объяснил, почему наказание должно все же кидаться. Если это действительно правда было. Ну, а теперь давайте поехали. Европа. Ну, будем их называть, наверное, Европой. Потому что сейчас здесь один бразилец, два русских и два европейца. То есть будем называть эту команду Европой. Либо Западом. Просто Запад тяжелее называть. И против Востока. В Востоку у нас представлен ЛМС. Япония, Вьетнам, ЛПЛС. Ну, то есть все разнообразные. Так что они просто и будут оставаться Востоком. Пока проигрывает Европа по золоту. Довольно прилично. Уже полторы тысячи. И чувствуется, что не идет игра не у Ноктерна, который должен был вроде как сделать убийство. Ну, так, наверное, задумывалось. Убийство на Акали. Акали остался же потом в итоге Акали. Убила вообще Ноктерна. И сейчас Ракин шикарный хук дает. Он за это умрет, конечно же. Но там должен Кира делать два килла. Кира не достает до одного игрока. Не достает до второго игрока. У Киры нет маны. Выключается свет Ноктерна, потому что его в этот момент убивает Акали. Он делает килл на Акали. Капс зарабатывает здесь киллет. А там сверху, получается, умер Ксинжао, но Ноктерн сделал ответное убийство. Кира украинец, а не русский. Ну, не русский. Я имею в виду Русервер, то, что он представляет СНГ регион. Кира сделал убийство. Молодец. Красиво сейчас сыграл. Пошла Картуса ульта, чтобы Мэйпла убить. Но Мэйпл не потерял так много здоровья, как хотелось бы. Видимо, Даймонд Прокс ложную информацию дал по поводу ульты. Не стоило, конечно же, тут ему ее нажимать. Четвертый левел Кап встречает Еви. Пытается по нему прокастик дать. Но не знаю, хочет ли Кап сыграть на красном Кайне. Потому что пока он сражается только с милишниками. Хорошую шишку дает, чтобы Еви попал сюда. Пошла ГП ульта. Очень неприятная для европейской команды. И у нас проблемы. Ракена убивает. Капса убивает. Даблкил уходит за Акали. И, судя по всему, Брокса тоже здесь умрет. Нет, он. Молодец. Поставил щит на третью автоатаку Ксинжао. Тут не смог ему дать по нему подкидывание. Даймонд Прокс цепляется за Мэйпл. Пытается дать подкидывание. Хорошее такое добротное подкидывание. Но тому не страшно. Он просто съел печеньку. У него усиленный отхил. И он доволен. Даймонд попытался зафризить линию. Это единственное, что он смог придумать сейчас. Хорошее. Давайте посмотрим повтор, как это произошло. Ксин просто со спиной пошел. И на Броксу прыжочек. Тот выключил свет. Дал на себя щит. Ну и за счет того, что вышка много урона наносит, смог один килл организовать. Ну а здесь, казалось бы, дико хороший момент. Они Еви перетащили на эту сторону, чтобы убивать. Но Акали быстрее сюда успела сместиться. Заработала два убийства. И ГП ульту они не учитывали. Более двух тысяч уже проигрывает европейский коллектив. Даже три тысячи уже проигрывает европейский коллектив. Фанер кидает капсу. Капсу до конца сражается. Зачем? Надо улетать. Он улетел. Пятый уровень. Тем временем Броксу тавердайвит. Он накидывает фир по Зеросу. Зерос попадает. Под фир и еще одну автоатаку. Но вышка не успела ударить. Брокса потерял вижен на него. Иначе бы сделал убийство. В этот момент Люциан зачем-то подставляется в трайбуши. Хотя они еще не забрали синий баф. Забирают они в итоге синий баф. Картус. Два килла. Флэш-хука. Таракина мимо. Брокса. Рядом. Не полетит. Не полетит. Четыре убийства у Акали. Зерос очень красавчик. Такое впечатление, что он единственный, кто тренировал своего чемпиона. Да не, не. Брокса тоже, в общем-то, играет на чемпионе, которого он наверняка умеет гонять. Но. Кира. 4-1-2. На ботлейне. За Картуса. Но с пушинкой, ребят. Не решился он взять Дарк Харвест. Уж не знаю почему. Мне кажется, Дарк Харвест от Киры гораздо выгоднее здесь бы выглядел. Кира начинает избивать Рокки. Фонарь ему кидают. Придется, наверное, уже до конца здесь сражаться. Кира все же нажимает фонарь. Его откидывает Еви. Еви его добивает. И трэш остается в живых. Хорошо здесь Еви сыграл. Он знал, что Картуса можно будет поймать. Кстати, с Картуса ШД сняли довольно приличный. Даймонд Прокс просит о помощи. И Капс решает ее организовать. Он по вардам это, правда, организовывает, вырезает. И он взял красного Кайна, насколько я вижу. Ульта Даймонда. Подкидывание раз, подкидывание два. Подкидывание три. Подкидывание четыре. Кан Планк спрашивает. А почему так нечестно все? Это все потому, что с Харвестом еще и выиграть можно. Ну да, возможно. Да, английские комментаторы говорят, что очень редко можно увидеть, что чемпион Кайн получает в себе форму до того, как берет шестой уровень. И до того, конечно же, как он сделал джанглерский предмет. Но это все из-за того, что Капс очень много сражений проводил. И красную форму он себе загрейдил. Правда, наверное, ради веселья можно было взять и синюю форму. Тем более, что сквишовых чемпионов довольно много здесь у команды из Азии. Но что делать вот с Мидлейном? Минус 40 фарма на Миде. И Акали плюс полтора левела вставляет сейчас Брокси. Занимает позицию, в которой она может убить любого игрока. Неприятная такая ситуация. Почти все деньги на ней висят. Но на ней и ШД висит. 800 золота. Так, подслушать решил английский. А, нет, он просто решил спросить, насколько это тяжело играть против Акали, которая тебя вставляет два с половиной, ой, полтора тебе левела вставляет. О, Ноктерн выключает свет. Полететь ли? Нет. Он просто выключил свет. Нет, чтобы прыгнуть. Фир попадет. Нет, Фир не попадает. Флэшится. Дает автоатаку Брокса. Кидает Игнает. И догорает от Игнаета. Пятое убийство для Зероса. Картус может дать ульту, если бы она у него была. Но Картуса свои неприятности. Потому что в этот момент его здесь затовардавили. Вместе с Трэшом. Перефлэшивается G4, чтобы не попасть под урон. Но попадает все же под него Капс. Решает убить Зероса. Но Зерос отхиливается от него. Тот дает ульту. Зерос останется ли в живых? Да, остается в живых. Дает проказ. Попадает Ешкой. Прыгает. Наносит урон по Капсу. И пропадает Капс карты. Чисто сыграно от Зероса. 6-0 он. Да. А Челик-то из Фенербахче. Неплохо, да. Зерос из... Не из Фенербахче, конечно же, но... Что? Я даже на секунду не понял, что происходит. Это Картус ультанул с базы и просто избавился от Люциана. Хук мимо. И разве это не имба? Ты про Акали или про Картуса? Картус имба еще там. Фенербахче, да, да, да. Меня тут сбил человек, написал Фенербахче. Он не из Фенербахче. Он из Фонгву Буфала Зерос. Если я правильно помню, он на Декере там был. Там просто кто-то Фенербахче в чате написал парень. Я сбился с толку. Потом он такой, смотрю, он же Вьетнам. Какой нафиг Фенербахче? Зерос, жив. Ульта ГП. Он решает сражаться, но попадает в хук. Будут ли по нему работать у нас? Европейцы, они побаиваются. Зерос дальше, бежит, но не с кем ему давать бой. G4 только, если прыгнет на него. Еще один хук. Прыгает руки. Замедление. Дает параки, но куча урона. Прыгает G4. Не попадает своей куханом. Ставит щит, чтобы просто прикрыть своих партнеров. 4 тысячи отставания. Довольно неприятно такое, конечно. Чемпион, особенно если она засноболилась. И она будет продолжать дальше сноуболиться. Просто теперь Картус не может уходить на боковую линию. А Калли его убьет очень быстро. И в ответ никто ее наказать за это не сможет. Капса. Капс, видимо, на вардах. Стоял, его просто срезали. Окей. А ведь Запад перепикал Восток. Да, перепикал. Я по-прежнему не отрицаю, как говорится. Все еще держусь на тех своих словах, которые сказал. Просто кто же виноват, что перепиков они не отыгрывают то, что нужно. Ну, зачастую Дискапс очень плохо отыграл, как Леснини. Киру Тауэрдайвит. Он выживет? Да, выживает. Чудом каким-то, но все же выживает. И мне не нравится у Киры Пушинка. Ну, если бы был Дарк Харрис, было бы эффективнее все. А так, в общем-то, по рунам у всех все нормально. Зарос прыгает Брокса. Это минус Брокса. Он накидывает фер, но тот успевает дать ешку. Значит, прыгнет на него. Еще одно отпрыгивание. Возвращается под свой дабл. И он тут уже Капс подходит. Кстати, возможно, сейчас у Зароса произойдет смертопадение. Зарос дает хороший удар от Хилл. По нему дает ульту. И он погибает. Тысяча золота! Уходит на счет Капса. Шесть убийств и фарм. Это и было тысяча золота. Капс находит еще Еви, который очень битый был. Еви выфлешивается. Капс за ним гонится. Хватит ли мобильности? Тут руки еще подходят. А где остальные игроки-то? Нет у других игроков. Но есть Картус, который дает ульту. Хватит ли урона? Нет, не хватает. И Капсу и туда, и туда не хватает урона. И Еви не умирает. Или умирает. Еви, зачем ты остался убивать этих крипов? Ну, он хотел Кири просто отдать дабл баф, я уверен. Капс уже 4-4. Но, тем временем, Картус, шутки с шутками, а у Картуса уже 7 убийств. Вы знаете, что Картус довольно сильный чемпион в лейтгейме, потому что он сможет с базы давать просто ульту и почти убивать игрока. Ой. Кира. Большая неприятность. Он успевает ли убить руки? Руки жив. Все еще Кира пытается убежать, потому что Ракен его прикрывает. Но сверху пролетает гп ульта и дабл баф переносится. Ганг планку. Хук от Ракена мимо. Руки прыгает вперед. Откидывает его. И тут же килл достается трэшу. Трэш жив. 1-1. Остались саппорта. Тем временем у нас на миде происходит опять сражение. Опять противостояние между Броксой и Зерусом. Зерус прыгает. Попадает феер. Выгорит ли он? Выгорает. Наконец-то Брокса победил его. 1-1. Ну что ж. Камбэк из реалии. 3,5 тысячи, кстати, всего лишь осталось преимущество у азиатов. Они немножко беспечно начали играть. Давайте посмотрим Еви. Зачем он сражаться с крипами стал? Я так и не понял. Короче, он просто запутался с крипами и умер из-за этого. Он хотел сначала побить минивейв. Потом это крипы на него развернулись. Он понял, что они его избивают. Начал убегать. Потом решил развернуться, чтобы похилиться автоатакой. Короче. Такое. А, не, подождите. Я неправильно посчитал. Там 35 на 29. Там 6 тысяч. Тогда не так беспечно. Я сказал 3,5. Я почему-то подумал, что здесь 33 тысячи было. А тут 35. Не так посмотрел. Я думаю, что ГП уже поддерживает так много других способов. Знаете, кого мы точно не видим? Это Даймонд Прокса. Не то, чтобы ГП что-то прям сверхъестественное делает, но ГП парочку своих ультов все же показал уже в игре. А Даймонд, он как сидел на топе, так и сидит. Типичный такой топлейнинг. Ой, Капс, прощай. Экзо скидает Кира, пытается ему помочь, но все это было бессмысленное. Или нет. Или нет, ребят. Брокса прилетает и спрашивает, зачем он сюда летел. Хуук не попадает по Зоросу. А как там Даймонд перефармливают? Ну как перефармливают? У них равенство по фарму. У ГП, не забывайте, денежки-то идут с его пассивки. Плюс у него Клиптомансия. Он вообще там эпик богатый сейчас игрок. А Ракена решает сместиться на топ. Но Зорос все это дело видел. И Зорос сейчас будет убивать Ракена. Прыгает, ультуя зацепляет, его замедляет. После этого еще один прыжок ульты у него остался. Классный ворот. Килл. И после этого прыгает на Капса. Замедляет Капса, попадает в подкидывание. Еще одно подкидывание. Картос сдает ульту. Зороса можно убивать и нужно убивать. Картосу еще один килл. Брокса рядом. Цепляется за Браума. Браум прыгает, попадает в Фир. Бочка мимо. Капс, подкидывание. Можно добивать G4. Но G4 ставит хорошую ульту. Но поможет ли она? Стэйн Бехайнд Браума. Да. Слушайте, а теперь уже Капса можно так потерять. Не, не теряется Капс. Но подходит уже и Еви. Еви хочет посражаться, но у него очень мало здоровья. Довольно сквишовый билд он себе избрал. Прыгает он за Сионом. Он флешится под вышку и выживает. Даже учитывая, что Красный был туда нанесен урон. Ой. У нас там Картус умер. На секунду нам показали, что произошло. И там Картус не ожидал, видимо, что Люциан в него ворвется через стенку и умер. Правда, Рокки сам без здоровья остался. За ним сразу же выехал Капс. Капсу реально надо было играть за синего Кайна, потому что он везде по карте просто бежит и пытается сделать убийство. Не попадает он своим станом. Но Роккиен продолжает погоню. Роккиен дает автоатаку Игнайт. Сожжет он руки, скорее всего, но при этом погибнет. Уже 19-я минута. Теоретически можно еще успеть забрать Геральтку. И мне кажется, на это сейчас Еви и пошел. Нет, он решил остановиться и не забирать Геральтку, а просто забрать Краба. По пути и не зазывает больше никого из своей команды. Свап у нас произошел. Очень странный свап. То есть, вроде, все это время стоял-стоял себе на топе Даймонд Прокс. Сдерживал Мэйпла, не давая ему забрать вышку. Вдруг решил, что пришло его время. Свапануться. Выключается свет. В Акали впрыгивает. Акали пытается уйти в сторону. Задний флэшится Брокс, а сажает ее на фир. Акали перефлэшивается и прыгает на ульте второй через стенку. Блин, зарос. Однозначно MVP этой игры. Не только потому, что у нее там статистика 9-3. Вы сами знаете, что статистика не всегда соответствует действительности MVP-шности. То есть, например, мне здесь кажется, что Трэш играет лучше, чем Кира. Хотя статистика у Киры намного лучше. Видите, там 9-8-6. Но Трэш уже очень много всего хорошего делает для своей команды. А вот у Востока, очевидно, здесь Акали просто на голову лучше играет остальных. Даймонд зазевался. Дает ульту, пытается убежать в другую сторону. Но снял неплохо. Будут ли за ним гоняться восточные ребята? Нет, они его оставили в покое. Но хотя он идет прямо на Акали. Акали его увидела такая. Что там за заяц бегать? Ладно, мне лень за этим заяцем гоняться. Говорит она и отходит в сторону. Там фарм на миде важнее, чем этот Сион. Оставили его в покое. Тем временем Мэйпл получил точно такую же атаку себе в лицо, что и Даймонд. Но убежать он уже не смог. Шатдаун даже сняли. Золотом заработанный шатдаун на Мэйпле. 550 золота. Ловушка. Ракен дает хок. Цепляется шикарно. Цепляется за G4. Жаль, по руке не получилось дать автоатаку. Никому из команды Европы. И они все погибают. Даймонд Прокс хочет подойти к своей команде. Кира пытается нанести много урона. Попадает в стан. Из этого стана начинает бить, чем есть. Дает ульту. Дает ли ульту? Ну, 2 килла он сделал. То есть он дал ульту. Но за это они, скорее всего, вышку на топе потеряют. И вышка на меде тоже в беде, потому что все он так же погиб. Все же Даймонд решил подойти к своей команде и попал под Зероса. А что Еви не забирает вышку на топе? А, тут красный баф, он важнее, да. Такое впечатление, что Риоты им на сегодня сказали, такой план, ну, всем этим командам. Не играйте по объектам. Если есть возможность убить вышку, не убивайте вышку. А, да, вот-вот-вот, здесь он дал ульту. Да, я вижу. Но все равно он как бы сделал 2 килла потом, так что нормально. Видите, под экзостом он смог руки убить. А как он G4 убил, здесь попал. И G4 просто остался в его ешке, так выйти оттуда не смог, понятно. Доволен капс тем, что они проигрывают, видимо. Да, это Best of 3, как называют Райды Геймсы. Best of 3 между Западом и Востоком. И в первой партии пока Запад печален. Хотя Мэйпл они ловят раз за разом. Мэйпл немножко как будто потерялся в игре. Он не знает, что ему делать, чем заняться. И умер уже второй раз подряд в течение двух минут. Как камбэк сделать, спрашивает у нас Тревор Генри. Ну, камбэк на самом деле здесь даже особо переживать не стоит. Тут камбэк легко организовать. И надо просто сгруппиться и провести фокус по Акали. А это легко сделать, особенно когда вот такие ошибки еще совершает G4. Это двойное подкидывание будет. Его можно убить. И сейчас можно идти на Нашора. Сиону бы сюда сейчас резко бежать. Но Сион остается на ботлайне забирать вышку. Хук будет ли от Ракина? Ракин кидает Кири. Фонарь вытаскивает его. Капс очень сильно ошибается. Хотя, возможно, за счет своей ульты он выживет. Трэш зарабатывает килл. Акали прыгает. Пытается убить двух игроков. Но за это она умрет. Килл можно было оставить на самом деле Кири. Там большой шатдаун висел. Но решил Брокса забрать его из себя. Капс пытается найти руки. Находит его. Дает подкидывание. Цепляется и сверху ГП срезает его. Еще один шатдаун. Тем временем у Кири уже фулл АП. Ну, еще не фулл. Ему два слота еще нужно. Но да, довольно прилично он уже собрал. Даймонд Прокс, ты точно хочешь танковать эту вышку? Видимо, точно. Пошла инициация. Хорошая подкидывание. По двум игрокам Прокса пытается нанести урон. Даймонд все еще танкует. Мэйпла не хватает там точности, чтобы его убить. Хватит ли, может быть, с флэша Даймонд Прокс добивает. И умирает под вышкой. Ну и вышку, наверное, заберет. И это Сион Фиддинг Спрей. Не хватило Сиона урона. Ну, потому что у него не фулл АД Сион. У него как раз он супертанковый Сион. Но вышка упала. В итоге-то упала. Ну, шутки шутками. А с минус 9 тысяч, почти минус 9 было. Запад довел до минус 6,5. Несколькими боями подряд. Если азиаты все еще хотят победить, им надо тоже аккуратно сейчас попытаться отыграть от Вижена. Как-то организовать битву. По координировании. Ну вот, они и так и решились. Просто пошли на мид. Ловит Ракена, который здесь в одиночку прогуливается. Вынужден тут отфлэшиваться. Руки пойдет ли за ним дальше. Хук мимо. Кера здесь. Ну, можно G4 было поймать. Есть вроде все ульты сейчас у запада, но они по вардам гуляют, их видят азиаты и занимают интересный куст. Зарос, ты чего? Вау! Серьезно? Это реальный хайлайт, ребят. Вы видели, что сделал Зарос? За это я бы вышел. Я просто вышел сейчас из игры. Он просто через фулл вижн пробежал два экрана, пробежал мимо трэша, убил Картуса, затавор давив его, развернулся, убил трэша и остался в живых. И можно за это идти брать на шор и заканчивать игру. Просто красотуля игра сейчас была с его стороны. Ну, Брокса вместе с Даймонд Проксом будут, конечно, мешать этому процессу, но Киру, конечно, срезали сейчас с игры. Вообще ни за что. Сион танкует, но никто не будет Сиона бить. Его не особо интересует. Картус, правда, дает ульту. Это Картусовская ульта. Может сделать убийство. Делает она всего лишь убийство на Брауме. Еви сражается с Даймонд Проксом, пытается вылечиться своими автоатаками. Но Даймонд Прокс это довольно неплохое количество здоровья. Долго он танковал. Даймонд пытается ударить, и не получается ему ударить Акали, которая там. Акали, кстати, выпрыгивает и идет сразу же на Картус. Она видит жертвы, не видит препятствий. Маленькое препятствие есть. Там Бардецкий стоял. Пойдет ли дальше за Роснет? Передумал. Или пойдет. Он занял позицию такую, что его не видно. Обходит через кусты. В этих кустах не видно. В прошлый раз очень быстро умер Кира. Возможно, сейчас произойдет то же самое. Тем временем, Брокс один на один с Люцианом. Пробует битву на красном бафе и выигрывает ее. Но месть. Сразу же летит месть от Мэйпла. Мэйпла гонится. Просветка идет, но там фонарь от Рэша. Вытащил уже Ноктюрна из Бедли. Медлейн Ноктюрна себя окупил, как говорят английские комментаторы. Потому что смог сделать убийство один на один Адекерри. Довольно расфиженного Адекерри. Правда, главная проблема в том, что был потрачен неудачный телепорт после этого командой из Востока. И из-за этого они потеряли еще одно. Слушай, а что началось-то? Кира справился с Акалем один на один. Вот что произошло. Но у него, правда, был Экзост и Флэш. А у Акали не было сейчас Флэша и Игнайта. И пять игроков живы. Западных-то. Вообще-то там можно пойти на Шора брать. Европейский коллектив решает туда пойти. Картус тоже нужен здесь, конечно. Картус может, правда, только сверху кидать кушку. Этого будет достаточно. Хайлайтс от Акали продолжается. Да, только теперь уже обратные хайлайтс. Всего же 5000 осталось у Ашора. Пытается бы у нас Мэйпл вместе с Уроки помешать этому процессу. У Гампланка нет еще ульты. Забирается на Шор Капсу. Урона много идет. Ноктюрм выключает свет, делает инициацию. Пытается выиграть для своей команды время, чтобы они убежали. Дэймонд Прокс пытается все среколиться. Рекол ему отменяет. Пошла карта с ульта с базы. Дэймонд Прокс улетает на фастреколе. Капс возвращается. Пытается попасть. Ну, он пытался. Тим Уэст. Тим Дэблею, ребят. Сделали только что на Шора. Могли уйти чуть ли не всем коллективом. Очень хорошо успел улететь Кира из базы дать ульту. Разменял килл в килл. А Капс потом решил развернуться и подарить килл противнику. Но посмотрим, как будет Барон Пауэрплей разыгран. Кира есть еще на Шор баф. И есть Войт Став. Тупо один Каин по версии Капса. Бум, взрыв здесь какой. Мне нравится, следите за Дэймонд Проксом после этого, когда они на Шора заберут. Дэймонд Прокс такой, ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так, я встану здесь и нажму рекол. Все. Нажимаю рекол. Нет, нажимаю еще раз рекол. Не трогайте меня, я реколюсь. Пожалуйста, не трогайте меня. И среколился. Брокса, как дела? Массаж пошел от руки. Руки пытаются посражаться, но массаж... Дело тонкое, ребят. В итоге массаж закончился тем, что пришли туда три человека и убили его. Цепляется за Капса. Капса прыгивает назад. Дэймонд Прокс говорит, ну что за ерунда. Здесь тоже три игрока. Капс хочет дать подкидывание. Дает в этот момент флешился Еве. Пытался Капс спрятаться. И спрятался в кустиках. Его не видно. Демо кидает фонарь. Вытягивает его сразу же оттуда. Дэймонд Прокс зарабатывает вместе с Ноктюрном одно убийство. И можно еще посражаться. Кира дает ульту. И поднимает руки вверх, показывая всем, что у него есть могущество. Ульта была дана прямо снизу. Задело трех игроков. Но, к сожалению, никого не убило. Добили только уже через Браума. О, через Ноктюрна. Браума. Две с половиной тысячи. Золото. Уже как бы равенство. Лейт гейм. Очевидно, был у команды Европы посильнее. Не намного, но посильнее. Где-то там 60% я бы отдал за ними. Учитывая то, какой у них сетап. Им нужно было лучше all-random сделать, а не менять чемпионов местами. Но, кстати, может быть, и так тоже было бы поинтереснее. Да, руки, правильно английский комментатор, говорят, доминировал бот-лейн. Убивал Киру один на один. А теперь не уверен я, что он сможет его победить один на один. Кира дает кушки, но руки уворачиваются от всего, как Нео. Нео продолжает погоню, но попадает в стену плача. И уперся, и плачет. Потому что он 14 уровень, а Кира уже 17. Кира участвовал во всех сражениях. Ноктюрн уже тысяча золота стоит. Ноктюрн уже почти вернулся по фарму. Ноктюрн по предметам уже не уступает Акали. И все как-то развалилось для команды из Азии. Мне кажется, им стоило больше работать по объектам. Они решили не добивать вышки тогда, когда это могли сделать. Не забирать больше драконов, когда они могли это сделать. И теперь уже регион запада прет по миду. Правда, все на этом закончится или нет? Сион делает инициацию. Брокс делает килл. Минус Ноктюрн. Нет, Ноктюрн выживает. Но вот минус Люциан. И это точно. Капс заходит внутрь. Влезает в G4. Выпрыгивает из него. Наносит урон. Дает подкидывание по ГП. Еще урон. Еще урон. Капс просто танкует для всех. Уходит Джоню. И остается в живых. Зарос. Первый прыжок делает убийство. На него накидывает фир. Накидывает экзост. Он вынужден отфлэшиваться. Брокс флэшивается за ним. Карту сдает ульту. Брокс не выживает. Но выживет ли Зарос? Да. Он своей Джоней вытанковал все это. Пять на пять. Сражение выиграла западная команда. И пытаются сейчас сломать ингибитор в честь победы этого. Соло смертей слишком много надавали в один момент азиаты, получается. И самое главное, они не забирали объекты, когда у них было колоссальное преимущество. Теперь я не уверен, что они вообще даже могут просто пять на пять, если будет битва, выиграть. Сейчас даже пять на пять не было, видите. Акали сплитпушил. Акали вынуждена была начать рекол. И пока она делала рекол, у нее уже умерли два игрока. В первого игрока попали ультой. Потом Брокса залетел и шотнул его. Лютсан вообще ничего не успел сделать. И развлекался. Дальше Капс сделал прыжочек. Урон сбил Гардиан Энджелл подкидывание. Еще один урончик. И в Жоне ушел, сняв таким образом Зероса первую инициацию. А вторую инициацию отменил уже Кира своим экзостом. Да, английские комментаторы правильно говорят, что Кайн в этой партии слишком ограничен. Акгрессивно играет, как они сказали, инсейн. Психованно играет. То есть вообще неразмеренно. Но при этом его плейсы в конце игры себя окупили. Кстати, он решил пойти в КДР предмет. Это, скорее всего, Хекс Дринкер будет дальше. От него собран по предметам. Никто не троллит. Все играли в стандартику. Никаких тебе рандуинов на трэше, как я сегодня видел у себя в соло-ку. Да, здравствует ноктюрный на меду в железе. Дракон там появляется. Команда Веста хочет его забрать. Бешеный, да. Инсейн еще можно как берсерк перевести. То же самое. Бешеный очень. Ой-ой-ой, пошла ульта и руки. Просто срезается Даймонд Проксом, как поездом. Проехали по Люциану. И, ребят, без Люциана очень тяжело. Будете Первостоку обороняться. Безумный коллектив Запада, который проигрывал на протяжении, по-моему, 30 минут из 35. И, наконец-то, жестко может закончить эту партию. Пошла карта со ульта. Просто открытая ульта. Открытая, как книга. Минус 7 урона. А то, как Синжао, дав свою ульту, заблокировал урон по себе входящий. По Акали пытаются поработать. Кира идет в наглую. Но Крипов зачистили. Кира прячется в Жоньку. Чтобы выиграть это время, зачем-то Браун впрыгнул. Погибает. Кира все еще жив. Пытается убить Зерос. И Зерос прячется в Жоню. Кира не знает, что там Жоня. Но при выходе из Жони все же его сжигает своей Ешкой. Все еще по золоту проигрывает Запад. Запад ни разу в этой игре, по-моему, по золоту не лидировал. По киллам тоже, по-моему, ни разу не лидировал. То есть, я даже зря сказал, что они, типа, 30 минут проигрывают, а сейчас выигрывают. Они выигрывают именно по темпу, по энергетике уже. Все, чувствуется, что победа у них в кармане. Но по золоту с первой минуты по 35-ю они проигрывают. По киллам с первой минуты по 35-ю они проигрывают. Нана Шора решает пойти в Восток. Но это их последний шанс, наверное, и правда. Стартует. У них открытая база, но не вся там всего лишь один гибитер убит. Брокса находит здесь, что барона делает. Роккин кидает хук, но мимо. Выключается свет, ногтюр будет залетать. Будет ли пытаться кто-нибудь воровать его? Воровство не прошло, как говорится. Но Картус скоро появится. Картуса, правда, нет. Ульты он не сможет ничем помочь. Битва продолжается. Один Даймян Прокс остался в живых. Но он хорошо может потанковать еще здесь, если у него есть Гаргуля. Гаргуля кончилась, видимо. Уже трипл килл. Уходит за руки. Пошла ульта, но руки... Как же он восстанавливает здоровье. Прыгает Капс. С флэша дает подкидывание. Делает убийство. После этого он делает прыжочек. Еще одну кушку. Можно уйти в свою ульту, но он хочет это сделать по Еве. Дает еще одно подкидывание. Не нужна ему ульта, говорит он. И теперь он прыгает в ульту. Вылезает из G4. Именно из G4, ребят, вылезает. Капс и организовывает трипл килл. Зерос один остался здесь. Зерос уже бежит. Разворачивается. Прыгает Капс. Капс дает подкидывание. И тут Кира. Кушка раз. Кушка два. Кушка три. G4, помоги. Все мертвы. Дабл эйс. Окей. Посидим, поболеем за крипов. Какие-нибудь крипы сейчас победят. Эй, Риу, ты. Там, считай, экшен у крипов был. Блин, если Прокин попал своим хуком, было бы гораздо лучше. Капс концовочку сыграл, конечно, классно. Здесь Даймонд Прокс тоже молодец. Вытанковал кучу урона, потом смог добить таким Мэйпла. Мне сейчас... Мне казалось, это бессмысленная ульта Картуса, но не Капсу. Капс тут же делает флэш подкидывание. И потом не торопится со своей ультой. А, она у него на КД была. Кстати, он, возможно, если бы ульта была не на КД, а поторопился бы и испортил бы всю ситуацию. Вперед, крипцы! Да. Крипцы к победе. Тонс оф дэмэдж. Ну, а Калли там однозначно тонс оф дэмэдж дала. Дабл эйс. Да, кстати. Все еще по золоту проигрывает Запад. И так не могут выправиться из этой ситуации. 50 на 49, даже по убийствам они так и не вылезли вперед. Крипы тем временем не сломали ингибитор, который только-только появился. Они немножко побили вышку Наксоса. И Восток решает сделать Ол-Ин. Какая инициация от Зероса! Кира тут же нажимает Джонни, потому что понимает, что его, скорее всего, здесь убьет. Выключается свет. Летит. Паранойя. Не хватает урона. Ульта Картуса. Кошка. Много урона. Минус 2 игрока сразу можно было бы сделать, если бы кто-нибудь еще здесь был. Но где же Капс, когда он так нужен? Вот он подъехал, но слишком поздно. Ракин сражается один на один с Еве. Еве цепляется за него. Ракин дает Redemption, чтобы нанести урон по Еве. Сражается с ним. Еще одну автоатаку. И можно Гардиан сбить. Гардиан не сбивает. А в этот момент у нас Рокки решает убить Капса один на один. И ошибается. Капс его добивает. Надо срочно рекордиться Капса. Он один остался против трех игроков. Но там вообще-то не такие опасные игроки остались. Правда, Ингибитор они потеряли. Команда Запада. Кира подставился. Ну как подставился? В него Акали с флэша ворвалась. Капс один. Капс против Востока. Кто же сильнее? Капс или Восток? Сейчас мы это выясним, ребят. Минус первая вышка. Капс дает подкидывание. Делает рывочек. Урон. Не взял он Джоню. Не взял он Гардиан Энджел. Надо было продать Гардиан и взять Джоню. Или вот этот мечик продать и купить себе Джоню. За 600 золота Кира прыгает. Пытается нанести урон. И это все зависит от того, что они нашли такой хороший пик на Кира в мид-лейке. Джиджи! Восток одержал победу. Ну, объективно, я должен сказать, они могли уже давным-давно одержать победу. Мне кажется, они больше веселились, чем серьезно к этому относились. А потом, когда они начали понимать, что, слушайте, они что-то огрызнулись, мы так и проиграть можем. Но Акали засолила, да? Акали действительно в соло эту игру выиграла. Зероса однозначно MVP этого матча. Из Европы вроде Киру надо ставить, вроде Трэша надо ставить. В конце игры Трэш вообще ничего не делал. А именно из-за Киры он несколько раз умер на ровном месте. Проиграли они игру. А вроде и Капс плохо играл в начале, а в конце подтащил. Давайте скажем, что Даймонд Прокс был лучшим в западной команде. Там оценка идет Акали и Ноктюрна, кто из них сильный чемпион. И Тревор Генри сказал, что если Акали убила Ноктюрна в соло несколько раз на миде, наверное, это легкий чемпион просто. Квикшот блондин, да, перекрасился. Ну что ж, идем на небольшой перерыв. Потом у нас будет следующая партия. Best of 3 продолжается. 1-0 ведет в восток. Но западу нужно брать матч реван в следующей партии. Посмотрим, сможет ли Сники, Дабл Лифт и ему подобные одержать победу.